сегодня у нас 1 сентября но можно сказать почти близко к заморозку и не 10 градусов или тепла не было но 3 было это я вот посмотрел сейчас утром 4 градуса тепла 4 может быть нагнала уже вот с никитой работаю прямо с утра начинаем сразу непрерывно повторять как будто ничего не повторяли то есть без огонька доску лошадь перпендикулярно пила наша идет к волокнам или нет и разницы никакой нет куда попала пила и все она скачет не может начать он продолжает дергана в одном втором третьем начинает то есть абсолютно как бы безразличие к тому что я делаю почему а потому что ничего не делал он он делает когда разработается но вот этого огонька это благословения в труде нету вот я сейчас сказал пилу мы она видно что затупилась пили шпалы пилить тут между щелями попадает песок она крупнозернистая песок это ну понятно что это такое это наждак и поэтому тащить ее сейчас бесполезно вот у нас плакат висел на стройке такой тяп-ляп известный бракодил он всем на стройке надоел дела его видеть негладко за неполадкой неполадка аж штукатурка такова что трудно подыскать слова эти это сихотворной форме плакат вон рот раздевал штукатурка отвалилась хорошо это плохо нет брат ты со мной пойдешь снимать буду я так яра сидела в одной камере 112 барнаульское сизо 17 дробь один ну и со мной сидел директор мамонтовского рыбокомбината главный рыбак алтая север владимир метрофанович у него все там были первые секретари космонавты все отдыхали то есть важный человек все умел делать но не духовные абсолютно и 2 подсадили это преподаватель второй группы космонавтов лозин анатолий максимович ничего не умел делать а преподаватель и вот он рассказывает он на одно время был начальником летного училища какой-то там механик что-то делал и в это время дали сигнал или его вызвали сейчас я не могу утверждать а дальше пошел и он за крышку эту поставил и там не видно а следующий пришел он вообще не знает он продолжает все нормально курсант хороший курсант полетел на на самолете на этом и в полете карло отвалилась что с этим было он погиб из-за чего тяп-ляп на стройке брокодилов всем на стройке надоел я вас говорю пойдемте никита иди сюда уже догадались куда я вас повел сейчас увидел а до этого не видел да нет вы делали забор дня три назад вот он забор сделали все правильно почему он упал не прибиты а не прибиты не прибиты не привязаны да его можно в десяти местах привязать к этому к новому столбу никак понимаете это даже бракодельством нельзя назвать голова тяпсова вот сюда засовывай проволоку подтягивай что угодно дело никак бросили пошли да ладно никого не было если это было большой а то дни прогресс вытаскивай проволоку оттуда она держать там не может потому что столб короткий она за столб не захватывает захватывает захват его здесь вот пониже опусти еще вот так вот в этом месте вот вот в этом месте можно вы для между этими вот подожди к посуда засуни посуда я думаю не буду начинать работать пока я вас не прописочу вот один узел всего только поднимай кверху ну поднимай поднимай здесь еще мой еще еще выше под ними выровняю и она криво не может держать хорошо пальцем и не прижиме вот теперь я прижимать надо все привязывая тот один узел посмотри как он привязывает правильно неправильно где он привязывает узел так чтобы не оказался где-то рядом здесь затянуть его подальше и завернуть чтобы никто не найти со всей силой остальные стал бы не держат у держава только вот этот столб мы говорили там посередке можно было столб он там закопать но не закопали так вот это уже он никак не упадет не повалив столба столб этот наш столб мы ставили маршрут нормальный челленджер от чего погиб всем космонавтов астронавтов америки прокладка какая-то не такая была пол сантиметра пожалели всем жизни унесло каждый миллиметр обошелся в жизнь это считал так или не так утверждать как ну гляди как я тебе говорил так или не так привязывать развязывай развязывай папка попала возьми у него стоит смотри никита доску убрать она не дает притягивать не дает она но это она и так не притянута давай привязывай не надо ничего развязать и заново замотать здесь можно пробить и здесь надо вот про пробить и давать потом пробьете сейчас же большим гвоздем и пробить маленькое дело всего лишь проволока один гвоздь и все полетело посередке там не хватает столба это пространство большое посередке поставить столб с той стороны это потом сейчас давайте на свое дело на отмостку в 10 часов сегодня линейка пойдем в школу побудем там ученики нам просто необходимо побыть там мы все снимем какой-нибудь школа то там школяр смотреть будет ой злой старик привязывается к ним такие ребята хорошие хорошие никто не говорит что плохие забор сделанный тут же упал почему а он не закреплен был ищем подпорка была подпорку петух уронил виноват петух голову ему говорю в подмышку в горшок спрятать нам досталось такое место я только работать вот уже все меняется ограда здесь нельзя было зайти вот она ограда открыто теперь всем ветром отдельный угол для железа вывели страшное дело сказать сколько было железо у него как мания упала было везде вешать проволоки на каждом кусту на каждом сучке на каждом полежки я уж нельзя повесить приткнет рядом угольник какой-нибудь зачем ему никогда не объяснить вот мы в одно место все сносили проволоку связали потом можно будет разобрать вот этот угол это не свалка все связано в один момент можно все разобрать большие куски маленькие колеса мы не знаем что нам сгодится выбирай самый большой гвоздь там большие есть вот его пробить и но мы тут пилить не будем потому что будете сам работать все никита разводи быстрее кого разводить разводить раствор черт раствор я один ящик то не потащу этого цемента еще тебе нужно сейчас все мы семян так володя сначала цемент отнеси ему чтобы не стоял давай знаю еще реки ты давай пилить лучше